Давайте тогда сейчас попробуем в лоб в лоб на нашего мегалодона напасть и посмотрим, кто выиграет в этой схватке. Всем привет, ребят! С вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Fit and Grow Fish. Вы сейчас только что видели, как я играл за мегалодона, но резко из мегалодона выпрыгнула наша речная паяра. Да-да, ребятоньки, это я обнаружил такой баг. Можно спокойненько кушать мегалодоны, потому что ты почему-то начинаешь провалиться под текстуры и обнаруживаешься просто тупо внутри него. Вот смотрите, вы это видите? Вот его пасть. Я, получается, просто тупо внутри нашего мегалодончика сейчас нахожусь. Вот через пасть я его только что выпал. Ну ладно, давайте тогда не будем мучить мегалодона. В принципе, я вам показал такой лайфхак. Можно даже на первом уровне любой рыбешечки замочить нашу мегалодону, потому что вы будете проникать внутрь его тела. Так, ну и что же, а мы сегодня будем выживать за нашу вот эту красавицу маленькую. Будем пытаться из неё делать большую красавицу и будем фаститься, естественно, против больших каких-то наших рыбешек. Ну а для начала, я думаю, естественно, я воспользуюсь нашей китовой акулой, потому что вы знаете, почему именно она. Потому что она, ребятоньки, самая слабая и самая большая. То есть с неё можно максимальное количество мяса вытрясти. Так, ну и где же, интересненько она, наша китовая акула? Тут, ребятоньки, я её не вижу. Значит, она, естественно, будет дальше. Да, вот как раз-таки там я её в северных водах вижу. Она там плавает. Кстати, рядом с ней ещё плавают вот эти морские акушки. С них тоже можно довольно-таки неплохо поднять мяска. Но они нам наносят два дамага, при том, что они очень огромные, поэтому это тоже, можно сказать, халява. Так, ну и что же, кушаем тогда сейчас вот этого акушка. Довольно-таки долго его приходится раскусывать. Может быть, мне просто тупо его поднять? Нет, ребятоньки, уже поздно, уже поздно. Потому что я уже его раздел по кусочкам. И смотрите, какой сородич-то, а! Ганнибал, офигеть! Ганнибал, сородич, что ты делаешь-то? Зачем ты кушаешь мясо своего родственника, да? Какой-то вообще, ребятоньки, чудной. Ладно, мы уже начинаем приступать мочить нашу китовую акулу, да? Потому что она всё-таки, ребятоньки, побольше будет. Это улов мне будет нравиться больше. Так, ну и что же, наносим мы пока что по 10 урона. Давайте, кстати, вообще статистику нашу посмотрим. У нас размер 87, дамаг 10 и двору сайз, не знаю, что это такое, он 21. Если вы знаете, то напишите обязательно об этом в комментарии. Ну а тем самым временем, я думаю, нам уже осталось совсем чуть-чуть покушать нашу вот эту китовую акулу. И мы уже, наконец-таки, будем кушать с неё мяско. Я думаю, мы уровней 10 должны точно апнуть, потому что мы речная рыбёшечка. Нам многого не надо, потому что там у нас в реке больше такого ничего и не найдёшь. А тут мы всё-таки находимся в океане, да? И тут у нас всё-таки улов побольше будет. Так, ну и что же, вот всё, ребятоньки, разделываем мясо. Я специально немножечко отплыл от наших вот этих морских окуньков, потому что они будут, естественно, красть у меня мясо. А мне этого очень не хочется, потому что я хочу забрать всё себе. Мне надо апаться, апаться, ещё раз апаться. Так, ну и что же, разделываем пока что вот эти кусочки. Пока что мы можем кушать только маленькие. Поэтому надо, естественно, сидеть и вот так разделывать, разделывать, разделывать наше дурацкое мяско. Так, ну и что же, мы хотя бы эти маленькие кусочки скушали. Да, ребятоньки, отлично скушали вот эти маленькие кусочки. У нас уже имеется четвёртый уровень, а был второй. И это очень хороший результат. Сейчас, я думаю, мы реально до десятки апнемся. Спокойно причём, потому что мяса тут реально для нашей паяры очень и очень много. Так, ну давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее кушай. Я бы хотел уже, чтобы наша рыбёшка кушала вот такие средненькие кусочки. Это было бы намного быстрее. Ускорил бы наш процесс нашей эволюции. Ну а пока что у нас что-то, ребятоньки, только так всё происходит. Ну и уже у нас имеется восьмой уровень, ребятоньки. И это реально очень-очень хорошо. Сейчас тогда мы ещё доедим вот эти куски. Сколько их тут, ребят? Смотрите, четыре штуки. И в итоге у нас уже будет, наверное, не десятый уровень, а уровень пятнадцатый, наверное, да, или что-то ещё в этом духе. Потому что, если так, обратите внимание, у меня с трёх кусков, наверное, столько получилось. То есть, десятый уровень. Так, ещё тут мы окушка, наверное, слопаем. И тюленчика, да, потому что что-то, смотрите, они позариваются на моё мясо. Это нечестно. Вот один окушок, наверное, очень много скушал. А это вообще, ребятоньки, подстава какая-то, да. Давайте тогда сейчас я побыстреньку скушаю вот это мяско, которое у нас маленькое. И тогда потом мы начнём уже непосредственно переходить к большому, да. Потому что на большое пока что наши окушки. И тюленчики нарваться не будут, да, потому что его надо разделывать. Так, ну и сейчас я аккуратненько, по-быстренькому, вот вот этот кусочек залопаю. Так, тюленчик, я тебя сейчас буду фигачить. Смотрите, какой наглый тюлень. Прямо у меня изо рта убирает. Он ещё и на меня нападает. Ну всё, тюлень, тебе не повезло. Сейчас тебе будет полный капец. Так, главное сейчас нам от него цепиться. И вот, тюлень, получай. Смотрите, как у нас жёстко вырос дамаг. У нас на 14 уровне дамаг стал аж целых 66 единиц. Ребята, это реально очень жёстко. Давайте тогда сейчас мы до конца всё-таки, наконец-таки проглотим нашу китовую акулу. И в итоге мы уже имеем аж целых 16 уровень. Ну, давайте сейчас проверим тогда на морском окуне, насколько мы всё-таки сильны. И заодно ему отомстим за то, что он крал наше мясо. Хотя мы спокойненько сами замочили вот эту китовую акулу. Так, ну и что же, давай, 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 иди сюда быстрее. И смотрите, 87 единиц. Отличненько. Я даже теперь могу кушать вот такие большие кусочки мяса. Хорошо. Давайте тогда сейчас мы, наверное, ещё таких акушков покушаем, потому что они довольно-таки плотовидные, и нам надо больше и больше мяса. Так, хорошенечко. И думаю, сейчас ещё одного ребятоньки замочим, и в итоге пойдём на каких-то более крупных противников. Кстати, вот я заметил, почему у нас с одного акушка выпал огромный кусок, а с других какие-то неогромные, ребятоньки. А я вспомнил то, что тот акушок как раз-таки и крал у меня мою еду, поэтому с него выпало столько много мяса. Ну и что же, друзья, у меня уже имеется 19 уровень, и дамаг у меня 134, показывает мне статистик. Сейчас мы проверим на Нарвале, сколько у нас будет дамаг. 134, да, ребятоньки, так и есть. Так и оказалось, мы уже реально такие огромные, что мы ростом с Нарвала, и это реально довольно-таки неплохое достижение. Можно даже сейчас попробовать напасть на нашего кита Кошалоты. Я, конечно, не уверен, что я смогу, ну, прям чётенько зайти к нему в задницу, и в итоге откусить ему ползадницы, чтобы он помер. Но надо всё-таки, ребятоньки, попробовать это сделать, да. Вот смотрите, он хитренький, он меня заметил, он уже знает, что сейчас будет твориться тут, поэтому попытался меня сейчас, ребятоньки, укусить. Так, ну, мы фигачим, фигачим нашего кита. Я думаю, нам надо укусов точно 10 сделать, а может быть даже и 20. Ну да, ребятоньки, точно 20 укусов надо сделать, и тогда наш кит Кошалот будет уже повержен. Да, ребятоньки, всё, отлично, он готов. И нам надо сейчас побыстрее, побыстрее кушать мясо. Хорошо, что, кстати, кит Кошалот отспаунился, и поплыл почему-то в другую сторону. Вот он теперь где, ребятоньки. Он находится теперь здесь. И дамаг теперь у меня аж целых 547 единиц. Давайте тогда сейчас мы ещё одного кита Кошалота скушаем, и направимся в тёплые воды. Будем смотреть, что там у нас такого интересненького есть. Может быть даже двух мегалодончиков зафигачим вместо одного. Ну и, естественно, прогнатодона тоже мы в покое не оставим. Так, ну и где наш кит? Кит, ребятоньки, уже всё, отплыл. Он, кстати, за нами сейчас начинает охотиться. Но я думаю, мы на него внимания обращать не будем, потому что он и так слишком сильно пострадал. Я его уже покушал очень-очень много раз, поэтому он своё реально отслужил. А мы сейчас направляемся вот сюда. Тут у нас должны быть прогнатодоны, и мегалодоны, и, естественно, вот эта мега-зебра, ребят. Она до сих пор почему-то не исчезает. Вот напишите в комментариях, вы привыкли к ней или нет. Может быть, мне сейчас за неё стоит когда-нибудь сыграть, за эту мега-зебру, потому что она уже тут какой выпуск? Именно здесь, ребятоньки, сидит. Я, конечно, могу даже на неё попробовать напасть. Главное, чтобы она меня, ребятоньки, не укусила, потому что она тоже кусает очень и очень сильно. Вот смотрите, по 300 дамага мне наносят. Вот если бы я начал её кушать чуть-чуть позднее, ещё бы один укус, и тогда бы, ребятоньки, уже не было бы вот этой прекрасной паяры, и мы бы просто тупо умерли, а это, конечно же, не очень хорошо для нас. Так, ну и смотрите, у нас уже имеется 43 уровень. Дамаг у нас 1400 хпшечек. Очень и очень даже мощный результат. Давайте тогда сейчас мы всё-таки найдём ещё наших мегалодончиков, потому что что-то куда-то нереально, ребятоньки, пропали. А где, интересно, наши мегалодончики? А мегалодончиков реально нету. Вот тут у нас зебра, видимо, новая отспавнилась. И вот первый мегалодон, он охотится на Ксипактинуса. Чё-то они слишком далеко, ребятоньки, уплыли. А вот второй, второй просто тупо дышит воздухом. Ну ладно, давайте тогда сейчас мы попробуем напасть на мегалодона, который охотится за Ксипактинусом. Потому что сейчас я, в принципе, буду в более выигрышном положении, я смогу на него напасть именно со спины. Потому что сейчас именно, ребятоньки, в нос в нос, я атаковать его не смогу из-за количества моих хпшечек. Их там, ребятоньки, реально слишком мало. Так, ну и что же, кушаем мяско полностью, полностью. Получаем 48 уровень. И на 48 уровне у нас уже практически 2000 дамага. И также практически 2000 хпшечек. А если быть точнее, то 1718. Так, ну и что же, давайте тогда сейчас попробуем в лоб в лоб на нашу мегалодону напасть. И посмотрим, кто выиграет в этой схватке. Да, ребятоньки, всё, паяра наша выиграла эту схватку. Всё было довольно-таки классненько. И в итоге, получается, мы победили мегалодона на паяре. Мы без читов, без всего, быстро расфармились до 52 уровня. И в итоге получили такой результат. Но если вам понравился этот видеоролик, и вы хотите следующий, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok